Недавние снегопады не улучшили ситуацию с водой в Крыму. Общий запас воды в водохранилищах Крыма за месяц увеличился всего на 4,7 миллионов кубометров. В прошлом году в это же время в крымских водохранилищах было почти на 50 миллионов кубометров воды больше. Одна из самых сложных ситуаций с водой в крымской столице, которая еще с лета перешла на подачу воды населению по графику. Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Мы находимся на дне Симферопольского водохранилища. Уже несколько месяцев спокойно можно ходить по тем местам, где раньше было достаточно глубоко. Сейчас здесь уже все высохло, поросло травой, даже появился мусор от отдыхающих. За январь месяц, несмотря на осадки, в Симферопольское водохранилище поступило менее 500 тысяч кубометров воды. Так называется объем воды, который в нормальных условиях не используется. В конце января из-за подачи этой воды в дома Акмисджитсов пошла вода с резким запахом аммиака. В плачевном состоянии и Аянское водохранилище в Симферопольском районе. За моей спиной Аянское водохранилище, вернее то, что от него осталось, и река Аян, которая больше напоминает ручей. Хотя январские снегопады немного улучшили ситуацию, приток воды в водохранилище увеличился. Но это все равно ничтожно мало, если учитывать, что общий объем Аянского водохранилища – почти 4 миллиона кубометров. Не лучшая ситуация и в других районах полуострова. Из-за обмеления Балановского водохранилища дефицит воды испытывают поселки Зуя и Крымская Роза Белогорского района. В связи с катастрофическим снижением дебетов Балановского водохранилища мы уже начали расконсервировать скважины и будем эти два населенных пункта переподключать на скважины, потому что иначе будет хуже, чем в Симферополе. По информации Крымского гидромедцентра, в январе возобновился сток в верховьях рек Альма и Чургуни, где пересыхание русла наблюдалось около пяти месяцев. Но улучшения гидрологической обстановки не наблюдается. По информации властей, все источники воды в Крыму, в том числе и скважины, просели.